Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и с вами Дарья Вялкова. С призерами чемпионата WorldSkills Russia сегодня встретился заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он поздравил участников и наставников с высокими наградами и попросил поделиться впечатлениями о соревнованиях. WorldSkills Russia, пожалуй, самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства. Финал национального этапа этого года прошел в Уфе. Алтайский край представили 23 человека, 11 конкурсантов, 9 экспертов, 2 сопровождающих и 1 тимлидер. Встреча стала своеобразным подведением итогов уходящего года. Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поблагодарил участников и наставников за достойное представление региона на национальном финале чемпионата. Ребят, победители, которые проходят следующие этапы, необходимо отправлять на другие площадки, в другие регионы, в другие территории. Обеспечивать им достойное участие и представительство от нашего края – это, конечно, те расходы, которые край берет на себя. Они достаточно большие. И полагаю, что, наверное, именно от этого зависит и успешность во многом наших детей, уверенность наших наставников, наших преподавателей. А вот в поселке Большой Исаково робот ходит в школу вместо второклассника. Савелий получил травму позвоночника и не может посещать занятия самостоятельно. Учителя рассказывают, робота сначала испугались, но затем привыкли и подстроились под новый формат обучения. Мы даже не удивлены, а мы испугались все. Как-то так странновато было. А затем он подъехал, услышали его голос и все как и было. Ребенок такой активный. Во-первых, очень хорошо учится. Сам, у него много друзей. И для него был большой стресс остаться дома одному. Такой формат и придумали для детей, которые по состоянию здоровья не могут получать образование очно. Для того, чтобы они не отрывались от учебного процесса и общения со своими школьными друзьями. Он полностью коммуницирует с детьми, с учителем. То есть он как слышит, так может и проговаривать. Даже если случится такая ситуация, что у ребенка отключится микрофон, на борту робота также есть функция синтезатора речи. Он может на клавиатуре набирать слова и робот их озвучит. И к другим темам. Алтайские следователи предъявили обвинение неоднократно судимому жителю краевой столицы, который пытался сварить своего пьяного товарища. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. После того, как потерпевший уснул, злоумышленник открыл кран на батарее отопления и поток горячей воды хлынул на спящего мужчину. В результате воздействия горячей жидкости, попавший на одежду мужчины, он получил термический ожог тела с общим поражением 25% кожного покрова. 50-летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где позже от полученных повреждений скончался. Рецидивиста задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. И продолжаем выпуск. Сегодня в краевой столице на открытой площадке возле торгово-развлекательного центра «Галактика» пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. Он состоится в 16.00. Для тех, кто прийти не сможет, запишут короткие видеоуроки о первых базовых элементах фигурного катания, которые можно освоить самостоятельно. Для всех посетителей мастер-класса организаторы подготовили сувениры на память – брошки в виде конька. За активность в социальных сетях тоже предусмотрены призы. Выставляя фото или видео с хэштегом проекта «Ледовый микс 2021» можно получить подарочные сертификаты, пледы и многое другое. Розыгрыш состоится в конце проекта в конце декабря. Народную лыжню снова откроют в Барнаульских парках. Она появится в юбилейном и в парке культуры и отдыха имени Ленина. Сезон откроют уже сегодня. В юбилейном лыжники и любители скандинавской ходьбы смогут выбрать удобный для себя маршрут протяженностью 1, 2 или 3 километра. А в парке культуры и отдыха имени Ленина жители смогут прокатиться лишь по километровой трассе. Напомню, проект «Народная лыжня» появился в Барнауле в прошлом году. Он направлен на популяризацию спортивного образа жизни. К этому часу у меня все новости. С вами была Дарья Вялкова. Оставайтесь на телеканале Катунь-24.